Какие методологии тестирования бывают? Что такое white box и black box testing? Какая разница между ними? Возможно вы что-то слышали из этого, но сегодня мы детально разберем эту тему. Меня зовут Игорь и вы снова на канале Qlabs. Поехали! Детально разберем каждую из методологий тестирования. Итак, первое. Тестирование методом черного ящика или же black box testing. О чем эта методология или стратегия в тестировании, иногда его еще называют подходом в тестировании, говорит нам. Тестирование методом черного ящика это стратегия, которая основывается в первую очередь на тестировании спецификации и требований. То есть, программный продукт тестируется по требованиям, исходя из того, как он должен работать и то, как было описано в наших требованиях. Второе. Программу рассматривают, конечно же, как черный ящик. То есть, для нас не совсем важна или мы, скорее всего, не можем до конца знать внутреннюю архитектуру системы, как работает алгоритм. У нас нет доступа к программному коду, у нас нет понимания о внутренней архитектуре программного продукта и, конечно же, без доступа к базе данных. По факту, программный продукт тестируется с помощью юзер-интерфейса, можно сказать, со стороны пользователя. И, конечно же, акцент при тестировании методом черного ящика направлен на проверку функциональных возможностей системы. То есть, то, для чего она была предназначена. Итак, если посмотреть на схему, то, по большому счету, мы имеем некий черный ящик. Мы знаем, что мы можем дать на вход, какие данные мы можем получить на выходе. То есть, под входными данными мы можем привести пример какие-то действия пользователя, которые он может сделать с помощью кнопок, полей, которые доступны ему в юзер-интерфейсе приложения. И ожидаемый результат – это то, что система должна сделать, исходя из тех действий пользователя, которые он произвел. Следующее – это методология белого ящика или white box testing. Стратегия кардинально отличается от black box testing, потому что белый ящик предполагает знание программного кода, доступ к программному коду, понимание требований и, конечно же, внутренних алгоритмов системы. Такая информация понятна и доступна разработчикам, которые делают эти подсистемы либо модули, из которых состоит наше приложение. Такой метод тестирования используется на низких уровнях, то есть на модульном и интеграционном уровне тестирования. Тестирование белого ящика выполняется, конечно же, также с целью обнаружить некие проблемы, но во внутренней архитектуре и структуре программы. Тестируются операторы, решения условий и прочие вещи на уровне программного кода. Если посмотреть на схему, то для нас такая система является полностью прозрачной, то есть мы понимаем, что там внутри, как она работает, как написан программный код. Поэтому чаще всего, конечно же, такой метод применяется самими разработчиками. Называется это еще и юнит тестирование или написание юнит тестов. При этом мы всегда должны знать, какие данные нужно дать на вход и что получить на выходе в виде ожидаемого результата. Есть еще третья методология. Давайте с ней ознакомимся. Это тестирование методом серого ящика или gray box testing. Иногда еще называют теклянным ящиком glass box testing. Чем же он отличается от черного ящика и от белого? Я бы сказал, что больше схожий серый ящик, конечно же, с методом черного ящика. Потому что тестирование проводится с той же методологией, как и в черном ящике. То есть основывается на требованиях, но уже со знанием внутренней архитектуры и принципов работы приложения. Наличие в методе положительных качеств и белого и черного ящика делает gray box testing самым популярным в использовании и предпочтительным. То есть тестировщик сам разрабатывает сценарии по тестированию с помощью серого ящика. При этом он активно должен применять знания веб-технологий и баз данных. То есть тестироваться не только внешняя часть со стороны юзер-интерфейса, как это будет видеть пользователь, но и также применяется веб-технологии для того, чтобы тестировать серверную часть программного продукта. Можно привести примеры, если это, допустим, браузерное приложение, то, конечно же, применение DevTool. Если у нас есть API и доступ к API программного продукта, то это тестирование API. Если у нас есть доступ к базе данных, то это, конечно же, проверка логики на уровне базы данных или же проверка качества данных. То есть, если посмотреть на схему, то для нас теперь программный продукт является серым ящиком. Там можно сказать, смесь белого и черного. Мы все равно продолжаем тестировать с точки зрения требований, также используем юзер-интерфейс при тестировании, знаем, какие данные нужно дать на вход или какие действия выполнить для того, чтобы получить конечный финальный ожидаемый результат. При этом мы, конечно же, можем заглядывать в внутреннюю архитектуру, применяя знания веб-технологий и специальных инструментов. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи, а я подготовлю еще больше полезных видео. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok